И всем привет, с вами Коля Кулхарт, и сегодня я расскажу, как я ездил на гран-при Формулы 1. Я прекрасно понимаю, что это совершенно не относится к видеоиграм, и большинству моих подписчиков Формулы 1 совершенно неинтересно. Поэтому помимо самой поездки, я бы хотел рассказать о том, какое место F1 занимает в моей жизни. Если вам интересен лично я, вам определенно будет любопытно узнать о второй моей страсти, как я втянулся в неё, чем она меня привлекла, и какое влияние она оказала. В конце концов, почему у меня такой ник и название канала, как изменить мои игровые предпочтения. В целом, у меня много историй, которые шли параллельно с видеоиграми, и они обычно не затрагиваются на игровых стримах. А тут такой повод. Но сначала о поездке. Заходим на сайт Рассы Сузуки и выбираем трибуну, чтобы не очень дорого и место интересное. Трибуна Q1 подойдёт. В последней шикане часто происходят столкновения и виден заезд в боксы, что позволяет следить за тактикой команд и кто когда поехал на пистоп. Покупаем билет на гран-при за 58 тысяч йен и ждём, пока его нам вопыт шлют из Германии. Вся движуха начинается ещё в пятницу, но сильно интересного там ничего не происходит. Едем сразу на квалу. Начало в 3 часа дня, ехать долго, поэтому встаём в 6 утра и едем на станцию Токио. Там садимся в Шинкан-сен и со скоростью болида Формулы 1 добираемся до Ногои. Пересев на местную электричку, едем до станции Широка. На самом деле, вам даже лучше не знать, что это означает по-японски. Дальше нас ждёт огромная очередь до автобуса, но по пути можно выучить победителей прошлых лет. Едем на трассу, и вот, наконец, мы на месте. Фотографируемся с самым грустным, самым молодым и самым удачливым гонщиком Формулы 1. Флаги в поддержку двух десятков кандидатов, хотя какой смысл, все и так знают, кто пойдёт на третий срок. Динозавр есть ребёнка, в палатках продают асфальт, а японцы смотрят победу Кими и рыдают. Фоткаем девушек, и пора идти смотреть квалификацию. Фотографируемся с самым грустным, самым удачливым гонщиком. Формулы подготовлю трассу на намётлами, и вот она, квалификация. Не проходит и пяти минут, как сержант разбивает машину. Мой глубокий анализ трибуны тут же себя оправдывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 20 минут красной флаги и квалификация возвращается в привычное русло. Ну, результат, конечно, предсказуем. Макс молодец, Маки красавчики, Шарльш бесполезный Харт, Цунода на радость японцев девятый, а Льюис опять раздел бомжа. Квала закончилась и народ стал расходиться, но я не мог упустить шанс пройтись вокруг автодрома и посмотреть, как он выглядит не в автосимуляторе. Все эти туннели по трассе и трибуны в виде бревен на склонах холмов, все предстает немного с другой стороны, не так, как я привык. По дороге пообщался с Феталем об изменении климата. Ну, доволив я добрался только когда уже стемнело. А после 7 вечера можно было пройти на питлейн и на стартовую прямую. И народ, всем привет! Я добрался в Сузука, одна из лучших трасс в календаре Формулы-1, она нам всегда очень нравилась. Отпустили на трассу, хотя, к сожалению, только на стартовую прямую и вот в боксах тут можно походить. Когда я был в Германии в 2012 году, там разрешали гонять вообще по всей трассе, можно было всю ее пройти. Что же, собственно, я и сделал. А здесь нет, там перекрыто, там перекрыто. Не пускают посмотреть легендарный поворот. Ладно, хотя бы вот стартовая прямая завтра гонка. Ну, с ней все понятно, там понятно, что Ферстапин выигрывает. Даже не знаю, Феррари не очень. Маки-маки хорошо к Валу проехали. Ну, будем болеть за Норриса. Ладно, у Норриса еще победы нет. На самом деле, я ходил вокруг трассы, просто посмотреть. Сначала дошел, получается, против, по часовой стрелке шел, там оказался тупик. Совсем вокруг трассы войти нельзя, там был забор. Я вернулся обратно, иду и смотрю, хотел пойти в другую сторону. И смотрю очередь, я иду, иду, иду. Дошел до первого порота, очередь все идет, идет. Я не знаю, там минут чуть ли не 10. Я шел вдоль очереди, думаю, что за фигня. Дошел туда, на ту трибуну, там, где Фетталь ули свои построил. Ну, уже было прям совсем темно. Думаю, ладно, завтра надо с утра приехать, пройти в ту сторону и вообще почему-нибудь поснимать. Вот, возвращаюсь, смотрю, а тут, оказывается, вот вход на эту прямую, вся вот эта очередь длиннющая. Я подошел ко входу как раз, когда уже начали всех запускать. Я такой, ну ладно, раз всех запускают, это все на час пускают. Будет потом выгонять. Вот Федор Иванович. Последний старичок. Я начинал смотреть Формула-1, и вот Алонсо дебютировал. И до сих пор, вот уже прошло 20 больше лет, Алонсо на месте. Все остальное новодел. Прямо вообще даже, не знаю там кто у нас остался, Льюис разве, но он тоже как бы сильно позже того, как я начал Гран-при смотреть. Так что вот, греет душу последний из Мадикан. Сумаклара, у нас совсем мало народу. Я оттуда шел, у Рудбула просто толпень. Мне кажется, сейчас застряну в этой толпе. В общем, место атмосферное. Продираешься сквозь море японцев. Фури. Злая, не хватает. Смотреть эту формулу. Конечно, по телеку уже не то. Но вот я приехал и прям как будто Зарядился новыми эмоциями, Теми старыми, той старой формулой 1. Здесь атмосфера, здесь Вот этот дух формулы 1. По телеку вообще все не ощущается. Все оно искусственное, Компьютерное. Особенно сейчас. Что с этой формулой творят прям. Вообще грустно. А тут такой, знаете, как будто Вот ты не играл в черного плаща 20 лет, А потом запустил. И вот такие же ощущения. Приезжаешь сюда и Блин, это Все-таки это та самая формула 1. Ладно. Все-таки в нее еще что-то осталось. Какая-то душевность. Так-то что, всем советую посетить. Всем, кому нравится формулу 1, Ход где-нибудь. Он хотя бы в Баку Можно сгонять. В следующем году. Очередь, чтобы сфоткаться Перед позицией, с которой Будет завтра стартовать Сунода. Я говорю, здесь очереди Просто везде. И для всего. Чейко, 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 чейко! О, я готова, я готова. На этом заканчивается первый день. Фоткаемся с любимым числом. Чертово колесо, на которое я так и не попал. Заряжаемся жизненной энергией от Федора Ивановича. И вернемся уже завтра в день гонки. Второй день начинается по похожему сценарию. Ставим еще более длинную очередь, чем вчера, закрепляем победителей гран-при Японии и на автобусе доезжаем до трассы. Тут у нас уже встречается Сеп с корешами. Похоже, чем больше титулов, тем более весомые аргументы в защиту пчел. Помолимся за подиум Халка и отправляемся на главное событие. Именно ради этого и стоит приезжать. Ради атмосферы, позитива и толп болельщиков. Формульное комьюнити очень дружелюбное и неважно, за кого ты болеешь. Гран-при объединяет людей со всех уголков мира и никаких конфликтов. И я очень рад, что несмотря ни на какие изменения регламента, коммерциализированность и попытки искусственно создать экшен на трассе за счет тех же крыльев, это все еще праздник автоспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пора заканчивать дела в фан-зоне. Поностальгируем с Сеной, что Формула-1 уже не та, склеиваем фанаток Чека. И, собственно, самогонка. Обзор гран-при я вам снимать не буду, но ощущениями поделюсь. Думаю, интересно сравнить то, как гонка смотрится по телевизору и вживую. И стоит ли оно того. Спойлер, стоит. Конечно, гонку с трибуны смотреть сильно сложнее. Ты видишь только часть трассы, все остальное ты можешь увидеть только на экране, который стоит достаточно далеко и не все видно. Особенно плохо виден столбик с позициями. Значки команд плохо различимы, да и буквы тоже. Должен был бы помочь лайфтайминг на телефоне, но интернет у меня ловил очень плохо. Приходилось включать интуицию. Также тебя, конечно, отвлекают машины, проезжающие рядом. Ведь ради них ты приехал посмотреть, как самые быстрые машины проезжают мимо тебя на огромной скорости. Но следить за гонкой это сильно мешает. Так что восхищаемся болидами, сверяемся с цветовыми пятнами на табло и пропускаем половину событий, что происходит на той части трассы, которая тебе не видна. Но это все не страшно. Вот австралиец, болеющий за восходящую звезду Оскара Пиастри. Где-то впереди фанат Норриса, справа испанцы, поддерживающие Сайнца и, конечно же, очень много японцев, которые пришли поболеть за Юки Цуноду. Жаль, после неплохой квалификации он не смог их порадовать. Альфа Таури совсем не ехала на Сузуки. Но всех нас объединяет любовь к Формуле 1, и это непередаваемое ощущение сопричастности, адреналина и невероятно позитивная атмосфера с лихвой покрывают то, что ты нифига не понял, что происходит в гонке. Если вы искренне любите автоспорт и все, что с ним связано, обязательно приезжайте на гран-при. Ну, а теперь немного мыслей, ответов на вопросы и воспоминания о том, как я познакомился с Формула 1 и немного истории из детства. Главный вопрос, который возникает у зрителей, впервые попавший на мой канал, а что такое Кулхард? Это Ку плюс Хард? То есть клевый и жесткий? Или это что-то из Лавкрафта? Так вот, даю справку. Дэвид Маршал Кулхард родился в небольшом городке Твинхельм на юге Шотландии в 1971 году. После трагической гибели Айртена Сены заменил в команде Вильямс в 94-м. В 95-м одержал свою первую победу на гран-при Португалии. В 96-м перешел в команду Макларен, где он с Микой Хаккинин образовали неразрывный дуэт на целых 6 лет. Чемпионские серебряные стрелы и восстановление из пепла легендарной команды после золотых годов с дуэтом «Просто Сены» ассоциируются именно с парой Микой и Дэвид. В 2001 году занял второе место в чемпионате, уступив легендарному Шуме. В 2005-м перешел в дебютирующую тогда новую команду Родбул и принес ей первые подиумы, перетащил по старой дружбе лучшего конструктора всех времен из Маков и подготовил почту для последующих многочисленных титлов Феттеля и Ферстаппина. За свою карьеру выиграл 13 гран-при, завоевал 12 поулов и 64 подиума, став самым успешным гонщиком не выигрывавших чемпионат. И тут вы спросите, а почему именно этот гонщик? Почему я взял именно этот Мик? По поводу Ника. Так сложились обстоятельства. На тот момент, когда мы с Пашей начали снимать выпуски на кухне, у меня не было конкретного Ника. С Пашкой я познакомился на форуме Emuland и он знал меня под ником Васпинатор. Это один из трансформеров из мультсериала «Битва зверей», в нашем переводе звучал как «Жужера». Был у меня ник Z.Восклицательный знак, который изначально использовался для аркадных игр. Когда я играл в Metal Slug или King of Fighters на автоматах, стоявших у нас в Доме культуры, или кинотеатре, я попытался выбрать такое сочетание букв, чтобы даже издалека при отображении рекордов мой ник сразу выделялся. Под этим ником меня знали на формульном форуме. Об этом чуть позже. Были разные интерпретации своего имени, вроде ник или Николя. Был ник EmperorDC. Под этим ником изначально был зарегистрирован мой YouTube канал. Он пошел из игры «Мафия», когда мы на форуме играли в нее. И у нас после множества игр образовался некий лор. И я был императором, который вешает мафию и борется с продажными мэрами. Ну и конечно был Ник Кулхарт. И когда появился ВКонтакте, я зарегистрировался именно как Николя Кулхарт. Я тогда вообще не понимал, зачем это и как этим пользоваться. Все друзья регистрировались, группу по интересам перекочевали ВКонтакт. И я воспринимал это как развитие идей форума. А значит надо назвать себя как-нибудь, а настоящее Фио было слишком официально. И большинство друзей у меня были именно формульные ребята. И эта фамилия была выбрана скорее для них как шутка. И вот когда мы сели снимать на кухне, меня Пашка спрашивает. А как тебе представить? Я и подумал, что если у нас основное сообщество ВКонтакте, чтобы было понятно кто я, надо использовать ту фамилию, которая у меня и есть ВКонтакте. Поэтому и был выбран Ник Кулхарт для Киномании. Хотя тогда я конечно не знал как далеко все зайдет. Ну а потом, когда проект Киномании стал основополагающим в моей деятельности, Кулхарт стал основным ником. Но почему именно Кулхарт? Ни Шумакер, ни Хакимин. Странный выбор, если смотреть со стороны. А вот тут можно уже начать историю о том, как F1 проникла в мою жизнь. Влияние ее невозможно переоценить. После окончания школы именно Формула 1 была той страстью, которая определила мой жизненный путь на ближайшие 10 лет. Именно F1, а не видеоигры, была тем драйвером. Тусовки, друзья, девушки, яркие эмоции и игровые предпочтения в том числе. Все это определяло Формула 1.